Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» с главными событиями дня. Вас познакомит наши корреспонденты и я, Ольга Пырочкина. Нынешнее состояние Чуваши автотранса и перспективы его развития, выполнение программы переселения из аварийного жилищного фонда обсудили сегодня на заседании Комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и госсовета Чуваши. Сейчас в рейс по республике выходит порядка 200 автобусов. Ежедневная выручка предприятия – 1,2 млн. Но она не покрывает расходы. Ежемесячная разница между доходами и расходами – 17 млн. О том, какой выход предлагает новое руководство Чуваш автотранса и депутаты в репортаже Татьяны Молоковой. Непрофильные активы, огромный имущественный комплекс и несбалансированное штатное расписание предприятия не позволяют Чуваш автотрансу вылезти из долговой ямы. Предприятие задолжало 240 млн. Самому же перевозчику бюджет не выплатил более 120 млн. за перевезенных льготников в 2014 и 2015 годах. Предприятие коммерческое. Оно выполняло перевозку пассажиров по государственному заказу, по перевозке льготных категорий граждан. Однако оплату по числу перевозок оно не получило за 2014 и 2015 год. За 2016 год, я так понимаю, удалось убедить кабинет министров. И за 2016 год полностью все перевозки были компенсированы 134 млн. За 2014 и 2015 год была компенсация только 50%. Ну представьте, какой бизнес будет работать, если на 50% будут компенсированы затраты. И здесь надо особенно обратить внимание, что Чуваши-транс ничего не просит у бюджета того, что ему не полагается. То есть никакой манны небесной, никакого там подарка не надо. Это не подарок, это сумма, которую необходимо оплатить за тех пассажиров, которые возили. Заместитель министра финансов Инна Волкова в свою очередь отметила, что бюджеты за 2014 и 2015 годы исполнены и нет механизма выплат субсидий за эти периоды. На сегодняшний день у нас есть иск в суде. Понятно, что Минфин не будет ставить палки в колеса для того, чтобы суд быстро посмотрел этот риск. Если вдруг суд примет решение в пользу Чуваши-транса, естественно, механизм там будет применяться совсем иной, чем предоставление субсидий. Недавно назначенный директор Чуваши-транса Сергей Фомичев отметил, что сейчас идет оценка потенциала предприятия. Механизмы улучшения работы есть. Сокращение сотрудников непрофильных специальностей, оптимизация маршрутной сети. Те маршруты, какие были 30 лет назад, они, по-моему, так и остались. Необходимо рассмотреть эффективность этих маршрутов, пересмотреть. Это мое мнение, и я уже начинаю над этим работать. В сентябре этого года завершается программа по переселению из аварийного жилого фонда. По данным заместителя министра строительства Александра Юсуповой, в четвертом этапе программы участвуют 8 муниципалитетов. В них заключены муниципальные контракты на строительство и покупку домов. Но особые опасения вызывают ситуация в Козловском и Шумерлинском районах. Депутаты решили создать рабочую группу, чтобы посетить проблемные объекты по строительству квартир для переселенцев из аварийного жилья. Татьяна Молокова, Игорь Зверев, Республика. Исполнение республиканского бюджета за 2016 год сегодня рассматривали на публичных слушаниях. С основным докладом выступила вице-премьер правительства республики, министр финансов Светлана Янилина. В 2016 году республиканский бюджет исполнен по доходам в объеме 41 миллиард рублей. Из них более 25 миллиардов собственные доходы. В основном это налоговые поступления. По сравнению с 2015 годом их стало больше на 17%. Значительную часть в доходах составляют налоги на прибыль организации, налог на доходы физических лиц, акцизы и налоги на имущество. Расходы республиканского бюджета в 2016 году составили 39,5 миллиардов. Наибольшая статья – трат казны, социальная политика, образование и здравоохранение. По данным министра финансов, бюджет республики сохранил свою сбалансированность, устойчивость и был направлен на реализацию майских указов президента страны. Участники публичных слушаний рекомендовали рассмотреть отчет по исполнению бюджета за 2016 год на ближайшей сессии Государственного совета 12 мая. Медиков республики в этом году ждут два повышения зарплаты к 1 октября и к Новому году. К осени врачи и медперсонал с высшим образованием должны получать 180% от средней зарплаты в Чувашии. А к январю следующего года это соотношение должно вырасти до 200%. Данные о среднемесячной заработной плате руководителя медицинских учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров теперь будут публиковать на сайтах организаций. В Чебоксарах местному жителю вынесли приговор за организацию занятий проституцией. Зломышленник и трое его сообщников незаконный бизнес поставили на поток. Их притон работал на протяжении четырех лет. Следователи доказали, что в незаконный бизнес было привлечено 25 девушек. При этом трое из них оказывали интим услуги в несовершеннолетнем возрасте. За работой притона, который располагался в одной из квартир жилого дома, правоохранительные органы наблюдали долго. Была собрана достаточная доказательная база. Приговор в отношении троих фигурантов уголовного дела вступил в силу в 2013 году. Один из организаторов незаконного бизнеса сейчас отбывает наказание в колонии-поселении. Еще двое получили условные сроки лишения свободы. Их четвертого сообщника удалось задержать только в этом году. Злоумышленник скрылся от следствия, если из чем в сентябре 2012 года был объявлен в розыск. Материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство. Его местонахождение было установлено в марте текущего года, после чего он был незамедлительно задержан. Злоумышленнику назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Общественный транспорт опасен для жизни. ГИБДД Почуваший сообщает, в республике с начала этого года с участием водителей автобусов, троллейбусов и маршрутных такси было зафиксировано более 300 ДТП. Больше половины из них произошло по вине маршрутчиков. И это неудивительно. Езда с нарушениями, превышение скоростных режимов и конфликта на дорогах. Поездки на этом транспорте в народе давно окрестили русской рулеткой. Но как быть, если вы оказались в подобной маршрутке? И куда обращаться, если стали свидетелем дорожных нарушений? Ответы на эти вопросы в нашем следующем сюжете. Этот рейд сотрудники госавтоинспекции решили провести в утреннее время, в час пик. В это время горожане спешат на работу, а маршрутчики умело пользуются этим. В погоне за хорошей выручкой набивают общественный транспорт до отказа. Перегруженный микроавтобус гаишники видят издалека. Проскочить мимо стражи порядка не получается. А у этого водителя неисправным оказался сам транспорт. Железного коня обулит с нарушениями. Спереди у машины зимняя, а сзади летняя резина. Ездить так категорически запрещено, поясняет гаишник. Вину свою маршрутчик признает неохотно. Чаще всего маршрутчики становятся виновниками небольших ДТП. Интернет пестрит, видя материалами подобных нарушений. На этой записи видно, как микроавтобус подрезает троллейбус. Маневр завершился печально для обоих водителей. Радует то, что пассажиры остались целы. А на этом видео прохожие засняли, как маршрутчики выясняют отношения. Правда, делают это они, не выходя из машины. Не смущает их даже то, что транспорт полон людьми. Однако не все выходки водителей приводят к небольшим ДТП. Летом 2016 года у Новочебоксарска общественный транспорт влетел в столб. Это происшествие без пострадавших уже не обошлось. В Чебоксарах эти юркие микроавтобусы очень популярны и по праву считаются самым массовым общественным транспортом. Однако среди пассажиров есть и те, кто недоволен работой маршрутчиков. Часто создают аварийные ситуации. У меня на глазах часто они подрезают на остановках, мешают троллейбусом, автобусом нормально парковаться, посадки пассажиров, осуществлять. Есть нарушения в грузоперевозках пассажиров. Во-первых, набивается очень много людей. Потом бывает, что водители маршруток резко тормозят. В республиканской автоинспекции приводят печальную статистику. С начала года пассажирский транспорт фигурирует более чем в 300 ДТП. Таким образом, только за один день совершаются около трех аварий. Поэтому рейды ГИБДД Чуваши – мера не только обязательная, но и вынужденная. Мы организуем рейды ежемесячно. Они у нас происходят. Рейды, декадники. По сравнениям с прошлого года, снижение как общего количества ДТП, так и ДТП с участием пассажирских перевозок. В госавтоинспекции Чуваши хотят ужесточить требования к пассажирским перевозкам. Особенно в отношении тех, кто занимается извозом детей. С подобной инициативой выступил начальник управления ГИБДД по Чуваши Владимир Романов на одном из заседаний в Доме правительства. Привлечь к ответственности маршрутчиков могут и сами горожане. Сообщить о лихом гонщике можно, позвонив по телефону 620022 или сотового по короткому номеру 102. Нарушения также можно снять на видео и отправить на сайт госавтоинспекции МВД России. 78 лет назад он покинул родной дом, чтобы встать на защиту своей страны, своего села, своего дома, своей семьи. И теперь, спустя более чем 7 десятилетий, вернулся к себе на родину. В селе Юнга Маргаушского района состоялось перезахоронение останков Петра Илугина. 20 лет мирной жизни и 3 года на войне. Петр Илугин не успел создать семью. Молодым парнем он ушел на фронт и не вернулся. Он ушел с Синдерского военкомата в 1939 году в армию. Получается, в 1939 году в армию он сразу попал в финско-русскую войну. Вот это была, которая получается так. В 1941 году, не приходя домой, он сразу пошел в Великую Отечественную. Родственники долгое время верили. Петя жив. Либо потерял память, либо пропал в плен. Поисковики, которые нашли останки красноармейца, рассказывают, что шансов выжить у бойцов отдельной 51-й армии не было никаких. 18 октября 1941 года 11-я немецкая армия начала операцию по захвату Крыма. К 16 ноября почти весь полуостров был захвачен. В декабре-январе 1941-1942 годов Керченский полуостров был возвращен. Но уже 18 января вермахт вновь отбил Феодосию. Советские войска несколько месяцев героически удерживали один из последних рубежей обороны Крыма. Весной 1942 года велись самые ожесточенные кровопролитные бои. По различным данным, здесь погибло от 170 до 300 тысяч наших солдат. В прошлом году, меньше чем за два месяца работы, поисковики смогли обнаружить останки почти 100 солдат и офицеров. Четверых из них удалось идентифицировать. Среди них и наш земляк. Установить личность ефрейсера Петра Илугина удалось по записке, которая почти в идеальном состоянии сохранилась в капсуле, которую солдат носил на грудном кармане. Отдать дань памяти герою пришли жители деревни Юнга. Взрослые, школьники, ветераны и, конечно, родственники. Он был первый помощник дома, потому что они без родителей росли, сиротами. Он два года только поработал дома. Он был очень умный, хорошо начитанный. Спасибо, что вот эти поисковики, поисковый отряд «Атизна» нашли. И сейчас интернет хорошо работает. Нашли через интернет. И мы узнали, что у нас безвести не пропал. А только всю жизнь читали, что он безвести пропавшим был. Бойца хоронили со всеми пучестями, провели по нему панихиду и проводили в последний путь всем селом. Спустя семь десятилетий Петр Илугин обрел покой на родине. А самое главное, теперь Валентина Егорова, ее дети и внуки смогут положить цветы на могилу своего дяди, героя, бойца. Подвиг односельчанина не забыт. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. Будущие офицеры. В мемориальном комплексе «Победа» состоялся 10-й юбилейный смотр кадетских классов Республики. Начищенные до блеска ботинки, отутюженная форма и особая военная выправка. Кадетская поверка, серьезный экзамен. 56 команд со всей Республики соревновались между собой в армейских навыках. Повороты на месте в движении, строевой шаг и песня. На каждый элемент не более пяти минут. За каждым движением внимательно следят судьи. Кадеты выступают в четырех возрастных группах. Младшие, средние, старшие и выпускные. Последние вне конкурса. Вместе с мальчишками в юбках и на каблуках чеканит шаг девчонки. Мы участвуем в таких мероприятиях в первый раз. Мы были немножко неуверены в себе. А теперь, когда мы уже все сделали, отмаршировали, мы с честью можем сказать, что мы являемся настоящими кадетами. Мне очень нравится быть кадетом, так как мы постоянно принимаем участие на разных мероприятиях, конкурсах. Мы изучаем те предметы, которых нет в обычных классах. Такие как самооборона, хореография. В кадетском классе я уже обучаюсь третий год. Кадет должен быть выносливым, терпеливым, целеустремленным, дисциплинированным. Лучшими в своих номинациях стали кадеты Красночитайской школы, Республиканской кадетской школы, Октябрьской СОЖ Мурпосадского района и Чувашско-Сорминской СОЖ Аликовского района. Все они получили грамоты и медали. Другие участники по традиции получили свидетельство об окончании кадетского обучения. В Москве подвели итоги девятого международного конкурса молодых дизайнеров «Золотая линия». Среди участников были студентов ГИК и МХАТа, но студентки Чебоксарского художественного училища приняли вызов и с достоинством выдержали конкуренцию. Я поработала с боковой частью и также использовала имитацию монет, то есть тоже переложила монетный ряд на современный лад. Второе место в номинации «Бон Вояж Турист» и высокая оценка зрителей в номинации «Экраны рампа». Молодые дизайнеры из Чувашии заявили о себе на всю Россию. Нетиповые и специфичные костюмы с элементами Чувашской вышивки создавались 12 студентками под чутким руководством педагога. Наши девочки с училища участвовали одни в таком большом конкурсе, а остальные были студенты высших учебных заведений. И мы горды тем, что несмотря на то, что мы представляем все-таки профессиональный блок начального образования, мы смогли добиться такого большого результата. Настя Щетинина мечтала связать свою жизнь с модой еще со школьной скамьи. Она заканчивает в этом году художественное училище, но уже работает по специальности. Участие в конкурсе для нее маленький, но уверенный шаг в мир большой моды. Вот эта победа нам дала большой толчок. Поскольку я сейчас работаю стилистом, для меня очень важно сделать образ не только нашего региона, но, скажем, нашей страны более правильным, более выверенным. И вот эта база, которую я получаю сейчас здесь, в этом училище, она мне, конечно, очень в этом помогает. На первую коллекцию от чебоксарских студенток уже большой спрос. Некоторыми платьями и костюмами заинтересовались звезды Чувашской эстрады. Другими – частные коллекционеры. Девчонки не собираются останавливаться на достигнутом. И уже в следующем году планируют заявить о себе на аналогичном конкурсе. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Расиль Мухаммедов. Республика. В Доме правительства подвели итоги сразу нескольких профессиональных конкурсов среди журналистов. Прошлый год в республике был посвящен человеку труда. Этой теме «Пишущая братья» посвятила тысячи статей, сюжетов и радиопрограмм. Авторов лучших материалов пригласили на президентский бульвар. Победители конкурса наградили в рамках традиционного дня главного редактора. Среди победителей – наши коллеги. Дипломами наградили продюсера национального телевидения Надежду Яковлеву и старшего редактора радиовещания Алину Герасимову. Лучшие журналистские работы отметил и Чувашстат. Нашим коллегам вручили медали за труды в проведении всероссийской сельскохозяйственной переписи. Обладателями почетных наград стали старший редактор национального радио Владимир Егоров и продюсер телевидения Надежда Яковлева. Тотальный, географический, всечувашский, вот теперь еще и библиотечный диктант. Необычная акция впервые прошла в Чувашии. Первый библиотечный диктант приурочили к одню государственных символов Чувашии. По сути, это тест. Вопросы, по мнению нашей редакции, непростые. Например, какое изображение принято считать государственным символом Волжской Болгарии согласно издания «Царский титулярник» 1672 года. Или кто был автор текста первого национального гимна Чуваш 1918 года. Тем не менее, поучаствовать решились многие, кстати, в основном молодые люди. Молодые люди в библиотеке сегодня не случайно. Мы хотели привлечь их внимание к тому, что государственные символы сопутствуют нам. Возможно, в самые праздничные и в самые будничные, а может быть, в самые печальные дни нашей жизни. Но они всегда с нами, и мы должны их знать, уважать и почитать. У нас сейчас есть информация, что сегодня, 27 апреля 2017 года, в библиотечном диктанте на тему государственные символы Чувашской Республики участвуют более 120 площадок. Проверить свои знания можно и онлайн на сайте Национальной библиотеки Чувашской Республики. Результаты очного этапа станут известны 28 апреля. 1 мая с 7 часов утра в Чебоксарах ограничат продажу спиртных напитков. Алкогольной продукцией будет запрещено торговать в местах проведения массовых мероприятий. В эти границы входят торговые объекты на Красной площади, бульваре Купца Ефремова, проспекте Ленина, президентском бульваре, улицах композиторов Воробьевых, Карла Маркса и Петрова. Запрет на реализацию спиртного будет снят 2 мая в 8 часов утра. Администрация Чебоксар приглашает жителей города присоединиться к экологической акции по уборке города. Наводить порядок будут в Вобиковском лесу, в Дубовой роще, парке 500-летия Чебоксара, скверич имени Чапаева. Присоединиться к акции может любой желающий. Наши новости и программы можно посмотреть на сайте ntrk21.ru, а также в соцсетях. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чуваши.